Алкоголики и тунеядцы среди жильцов – потенциальная угроза для всего дома. В профилактический рейд с целью предотвратить возможные возгорания отправился инспектор госпожнодзора Михаил Корнев. Наиболее злачные адреса подобрать помогла местный участковый. В этой квартире постоянно шумные гуляния и застолья. Дым стоит коромыслом. Так и до беды недалеко. В помещении желательно не курить. Если курите, то либо обеспечивайте так, чтобы не на кровати курить и так далее. Чтобы не было поблизости горючих предметов, которые могут загореться от пепла. Владелец квартиры инвалид. Личность неоднозначная. Участковый к нему приходит раз в неделю. И забывать не нужно, что вы живете один. Понимаете? Живете в доме, вы не один. Еще соседи есть, которые могут пострадать от того, что может возникнуть пожар. Пожалуйста, это поймите и примите как должны. В квартире проблемы с проводкой. Ненадежно выглядит газовая колонка. Но еще больше подозрений вызывают асоциальные гости. От них жди беды. Поэтому участковый просит мужчин проследовать на выход. Я уйду. Я если поблеюсь, тогда поеду. Я посмотрю. Соседи таких жильцов всегда как на пороховой бочке. Поэтому телефоны спасательных служб знают наизусть. В данном рейде было затронуты адреса проживания лица, злоупотребляющихся спиртными напитками. Нарушения требуемой пожарной безопасности чаще встречаются именно в таких адресах. Как короткое замыкание, так и использование электрических приборов, непригодных для использования. Если инспектор находит нарушение, он выписывает протокол. На оплату, пусть даже небольшого штрафа, надежды мало. Но хочется верить, что само нарушение обитатели дома устранят. Это квартира полностью завалена мусором. Маленькая искра и старая одежда и текстиль загорятся мгновенно. Да, это, во-первых, по неудобству эвакуации людям. Это не является нарушением требований пожарной безопасности. Загромождение территории общего пользования является планом путем эвакуации. И загромождение их уже является нарушением требований пожарной безопасности. Сами подучетные, или как их называют сотрудники госпожнадзора группы РИСКО, таким визитам людей в погонах не рады. Уверены, что напоминать им правила безопасности не нужно. И так все знают. Так, молодой Лили, минуточку внимания. Никакого внимания. Никакого. Мы не имеем права так. И тем более в своем доме. Оставляю вам листочек. Какой? Вот, смотри. Я его выкинем и выбросим. Легко и просто. Ругаться, сопротивляться и буянить, отмечают представители ведомств. Жильцы могут сколько угодно. Лишь бы не подвергали свою жизнь и жизнь соседей опасности. Мария Смирнова, Антон Осипов, Эртова, Иванова.